всем большой привет подкаст вся соль подкаст футбольного клуба шахтер солигорск возвращается с очень интересным героем как прочим и всегда у нас меня зовут егор колесник один из авторов подкастов вся соль волшебный виктор володьков пресс-секретарь нашего клуба мой бывший друг витя привет не изменяем традициям представляю пожалуйста нашего гостя у нас на самом деле классный потому что вот мы сейчас с тобой будем общаться с ним в режим аудиозаписи но мы периодически общаемся так естественно каждый день там встречи без газа да да классно и очень интересно поговорить это игорь васильевич горелов я могу сказать то что это настоящий наш скажем так человек потому что ты уже долго и работал и сейчас возглавляет дубль игорь васильевич здравствуйте 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 мне очень приятно что меня пригласили поэтому я надеюсь что будет хороший интересный конструктивный разговор игорь васильевич мы всегда с мы всех любим людей которых нам приходят но есть люди которые к нам приходят и там через год и в шахтере нету вы все-таки как видите правильно сказал вот такой прямо ну что ли горняк горняк мы об этом тоже поговорим что для вас это знакомый клуб ночи любим когда мы нашем подкасте как-то окунаемся в историю всех знаменитых там а середина нулевых об этом тоже поговорим игорь васильевич еще мы очень любим когда мы с людьми футбольными говорим не только футболе я признаюсь с удовольствием послушал одно из ваших интервью честь вашего недавнего знаю значимого юбилея и нашел там очень увлекающие нотки которые всегда видят подкаст раскручиваем это работа с молодыми футболистами там про рефераты было про книги про это все спросил игорь васильевич не так много можно вообще где-то найти о вашей карьере футболиста то есть мы вас знаем как об этом тоже обязательно поговорим как человека который занял очень классную и важную нишу ассистента главного тренера не очень уверенно в этой нише ступает ему аксакалом считается я не ищу все мы прекрасно знаем но ваша игровая карьера расскажите нам о ней пожалуйста потому что я стесняюсь даже рассказывать понимаете потому что некоторые там где-то чего-то там по мячу попал уже рассказываешь мне даже как бы неудобно про это говорить во первых поймите что тогда было советский союз попасть дублирующий состава минского динамо ребята это было нереально можно только в космос летать тогда тоже ну там в позиции допустим у вас и я там играл кранего полузащитника то там в этих позициях что там говорится если сергей гуренко не попадал ну а можно молодой человек спрошу такую небольшую виду аллегорию условно говоря если мы сейчас создадим чемпионат быстро бывших стран на ссср и возьмем условно говоря топ-3 команды там или за какие-то команды будут там шахтер донецк шериф там московской спратаке так далее не важно то есть примерно это сопоставимо с тем уровнем что и из себя представляла минска динамо в те годы ну вот представь себе что восемьдесят девятом году минска динамо дублирующий состав стали чемпионами советского союза 16 команд динамо киев спартак но идите сейчас обыграйте дуб наш даже кто нас дублирующий состав пусть чемпион обыграет хотя бы команду премьер-лиги россии молодежного чемпионата любого уровня там люди были памяти что тогда пробиться было то милович воротах 18 лет 19 да он еще и не играл там по большому счету лохович вихимович кого не возьми потом позже подошли лаврик позже подошли там ребята там это уже попозже 74 вот пошел я 72 а тогда был 71 72 это был журавель это был сикорский кто там этот самый печи кочура был там ребята там тогда попасть было ну то я же еще раз говорю а дубль был один а во второй и во вторых лигах играли союза люди которым уже по 30 там по 32 и по 25 которые прошли дубль минского динамо понимаете и я могу рассказать историю просто а потом ну закончу уже по карьеру свое даже слово такое карьера поэтому я сам как я вообще с гомельской области я недалеко от рогачева родился я поехал играл за днепр рогачева во второй лиге переноса бссср играл пацаном молодым а потом поступил минском институт и тренировался уже со скифом институтская команда которая играла в чемпионате белоруссии ну там был тренер федорович мохов и он переходит в столбцы за столбцы как раз распался союз и он принимает столбцы столбцы по итогам чемпионата бсс попадают в первую лигу чемпионат белоруссии и он не туда пригласил я больше играл там в столбцах вот а потом и там же армия служил и потом меня пригласили такая команда была динамо инии антолий иванович боговик один из нас домашевич они тогда возглавляли динамо инии это был фарм-клуб динамо минск у меня мечта была всегда играть этой команде но еще раз говорю поэтому многие в руки и пешком в стайке можно сказать пошел конечно пошел витамо два года отыграл вот и ну так понял что и тем более что там еще проблемы небольшие были со здоровьем но там больше связано было наверно с сердцем потому что как только большие нагрузки то у меня сразу начинала экстрасистов и там все такое там и мне доктор говорит ну говорит я бы тебе посоветовал бы не рисковать ну и потом поговорил с боговиком с наталья ивановичем которым считаю своим учителем и духовником можно сказать по жизни который мне много хороших советов да благодаря вот ему я и солигорск попал и динамо попала и солигорскому по его рекомендации попал так что он здесь был помощником у вильеечка тем более у меня уже было образование на тренерское было образование тренер по футболу закончил кафедру пошел детским тренером динамо работать пригласили динамо детским тренером и начал кстати говоря глеба тренировал даже с мишей мархиевым сашку на хрустальный мяч выступали в финал хрустального мяча вывел команду динамо джишор поэтому потихоньку что-то неинтересно это было получалось немножко вот с пацанами возиться потом набор направили 88 год рождения туда попал и вот и туда вот и саша гутер попал он был 89 помладше был мне было с ними интересно они меня воспитывали их воспитывал я учился на своих ошибках у них то на домой не стоял до подходил советовался там со старшими тренером то что у нас там тренерский состав у нас было три или четыре заслуженных тренера бсср не республики беларусь а бсср то что таких сакалок как абрамович погальников были саосиков постоянно иван иванович царство небесное там кого не возьми там это имя для белорусского футбола и всегда они с уважением и надо подсказать и подскажут над собой посмеяться можно было когда чё там ну самое главное что все было по-доброму направляли понимаешь что вот эта тренерская стезя она как-то вас увлекла сразу же то есть мы иногда спрашиваем у футболистов планируете ли вы как-то связывать свою дальнейшую жизнь с футболом они говорят ну нет я поиграл и все шестого класса хотел стать тренером о как интересно а почему так ну потому что детский детский или хороший тренер у вас был детский тренер у меня был хороший хороший пример по юные годы очень много влияет но я образ жизни видел как человек выглядел как он мне нравилось опрятный сюда перстень красивый костюм спортивный адидас такой машина у него четверка была универсал жгули ну я видел что и потом всегда конспектик всегда у него аккуратненький все мне это просто общение видел чтобы сама атмосфера мне это увлекало увлекло и я как бы из шестого класса вот я потом это надо было сдавать институт биологию я ходил на дополнительные занятия по биологии и сам самостоятельно занимался что это не скажу там был сильный там ученик наоборот меня естественно науки очень тяжело давались а вот я более гуманитарный у меня гуманитарии вот а жена у меня кстати математик в наркозе преподает лучшую математику поэтому тут как бы дополнение поэтому и как бы шестого класса уже хотел быть тренером я для этого и работал над собой игорь васильевич этот вопрос без какого-то там подтекста и так далее но как я вижу это может быть несколько топорно со стороны что есть какая-то условно говоря лестница например футболист потом помощник тренера и вот у всех какая-то идея фикс стать главным тренером и тренировать но вы уже ассистент тренера сколько около 16 лет насколько мне 15 лет да то есть к насколько понимаю это вы воспринимаете эту должность не как ступеньку в лестнице как и знаете-ка есть вертикальный рост вы воспринимаете это как рост горизонтально это же отдельная профессия футболе которая отличается от главного тренера и вот вы совершенствуетесь в ней то есть со стороны правильно прямо либо есть какие-то диванцы я вам расскажу сейчас одну историю значит в англии есть специальная книга для описано для помощников ну и владимир жировели говорит я здесь книга для помощников хочет я дам почитать ну давай вообще тебе не на читать ты и так все правильно делаешь не читал он мне сказал что есть говорит дам почитать ну и не дал сказал что и так все правильно делаю но я хочу еще что сказать это не то что там такой каждый должен занять свою нишу я занял эту нишу потому что я по большому счету да когда там детским тренером был да мечталось хотелось там но когда я соприкоснулся и начал работать и помогать и я посмотрел какой-то труд и какие-то нервы какое-то напряжение честно скажу я не хочу быть главным тренером мне достаточно главный тренер дубля мне нравится возиться с пацанами вот этот опыт который я накопил я хочу им передать даже как правильно зайти в раздевалку как правильно зайти в автобус когда на кубке содружества были историю могу рассказать волею судьбы я попал за стол на банкете с мунтианом и бибой знаете таких конечно и вот как-то мы с мунтианом больше с владимиром васильевичем мы подружились и потом на экскурсию вместе ездим попросился к нам в автобус и и он его начал рассказывать эту историю как он вашу как команду вошел зашел в команду и как его приняли если эти команды не старше не примут то заиграть будет очень сложно и я своим пацанам то же самое говорю если вы не вас не примут старше вы не заиграете он тяжело будет заиграть надо быть 7 5 его лбу нет ну так получилось у лесоковича но остальных может не получится понимаете лесокович может не попал под условно говоря под курбыка попал бы он под курбыка я посмотрел бы что вот так кихимович даже дал передачу годсману на ход в раздевалке в перерыве тут говорит вот он ты же мне ноги дай я ж тебе дал рубай консаларе ты чё щенок в рот откроешь как дал по фанере туда в кресло уехал назад понимаете там шутки были там до трех не считали а сейчас 18-летний пацан он может ветерана 35-летнего сказать пошли выйдем с тобой ну пошли иди попробуй со мной подраться я на секунду перебью здесь же тоже есть эта медаль о двух сторонах это не красит никогда молодого человека если он в таком тоне разговаривает с людьми старше я вот я перескочил просто это не красит я перебью извиняюсь так я хочу просто закончить ту мысль по москвонтиану с Владимиром Васильевичем так вот он когда я зашел в автобус динамо киев мне было 17 лет я прошелся ни с звезды сидят а потом первая игра в Венинграде говорит было и меня поселиться с бибой а можно вам ботулочку шампанского купить не можно нужно после игры перед холодненького холодненького шампанского ему преподнес и меня команда приняла и я заиграл динамо киев вот такая история была это за то которое мне рассказывали вы знаете но вторая сторона медали такая что это же в свое время могло мешать молодым футболистам которые не могли выбросы из-под этого авторитета старших заиграть и подозревать ли вы что много талантов еще каких-то были загубликаний за это конечно под прессом находились и самое главное не то что под прессом футболистов а под стереотипом главных тренеров сколько не заиграло людей потому что даже тот футболист который уже в возрасте но тренер он всегда старые тренеры его старый заказ закваска закалки они всегда в важной игре предпочтение всегда давалось опытным футболистам а молодых как бы передерживали они перезревали и потом не верили свои возможности таких было много и из истории он с радушкой александричем работал то же самое вот когда динамо киеве уходил прошел тоже истории рассказывал что заиграть было сложно что-то годсманов играет ну даже годсманов уже когда был не тот когда он по бровку бровку вскрывал а потом уже под конец он не упровку и не в лицевую уходит а вдоль штрафной что туда уже тяжело было добежать вдоль штрафной а стереотипу главного тренера все равно поставить мало опытного а молодого придерживая и мало играл поэтому уходили чтобы выиграть поэтому в этом больше было почему молодых не заграла в нашем чемпионатах в белоруссии сейчас только команд столько дублей состав сейчас ну это же не то что было раньше раньше было сложнее сейчас на мой взгляд реализовать себя больше возможностей то есть раньше это был такой прямо закон джунглей в прямом смысле да да грозится за место в прямом смысле но там двусторонки по средам двусторонки бывали дубль на основном составе радость и зачастую дубль выигрывал очень люблю говорить про молодых и мне кажется что на вас есть такие мысли про молодых как вы в одном из интервью говорили что вы просите своих ребят писать рефераты по истории по истории да расскажите пожалуйста здесь я не буду вас перебивать и встревать расскажите пожалуйста насколько с вашей точки зрения и как тренера и как человека важно воспитывать молодых футболистов и за пределами газона тоже ну во первых они должны развиваться всесторонние не только футбол потому что ну они к сожалению это наверное наша система образования поменялась допустим я считаю что советская система образования была великолепная то что она давала всестороннее развитие молодому человеку сейчас у нас я не знаю и интернет вроде есть я не сидят в этих телефонах ну ни что не спросили любого спроси кто такой петр первый король моего он не отвечает король и ручей король черва буба какой король петра пиро еще могут сказать что это не царь король понимаете спросить поэтому но здесь надо конечно мы должны старшие больше и общаться на и самого но ну как они могут быть патриотами своей страны если они не знают кто такой александр матроса если они знают что такое близкая крепость все они не знают что такое ну уже ладно линию сталина не буду говорить прочее прочее там какие там были основные вехи и победы великой отечественной войне что битва за москву там сталинградская битва курская дуга там да операция дегратион если мы не будем это рассказывать что в школе они и они там может и рассказывать но они этого не запоминают наверно я не хочу выступать адвоката молодежь и потому что я частично конечно согласен с вами но я не так много общаюсь с молодыми футболистами это прямо какая-то поголовная такая вот история только футбол и больше ничего либо все таки есть какие-то люди которые понимают что за футболом есть будущее и плюс не факт что у всех футболе получится быть в жизни это не очень хорошо ну мне нравится когда ребята которые хорошо учатся еще успевает футбол играть и сессии сдавать я помню молодежно сборную серым поселивали чем помогал ему нас был богомольский егор да богомольский горда и я когда он был младше всех я когда узнал что он отличник и вообще математику знает сумасшедший он тогда был в бресте был а сам же он измельчанин и учился вот в нарходе по моему у жены там в этом институте я говорю а как ты с бреста туда а я все по онлайн я все мне все просто я говорит на красный диплом я говорю как ты идет но шел тогда то есть он отличник был как ты успеваешь для меня это не укладывало ты играешь в бресте и туда ну как ты успевай говорит ну кстати в этом сезоне один из лучших бомбардиров чемпионат и сейчас перешел да тоже у нас в команде сейчас у меня мальчик есть тоже чакура арсений великолепный мальчишка и с хорошими задатками и с качествами хорошими физическими тоже по моему 97 98 баллов сейчас поступает на программистов футболисты это вообще я не хочу никого видеть но стереотипы существуют понимаете есть еще ребята блохим тоже с удовольствием и даже школу закончик поймать у вас была такая цитата может быть раскрутить все подробнее про молодое поколение то что в 90 и нулевые футболисты играли за маечку то есть они были настолько не разбалованными понимали что футбола можно добиться каких-то благ ну вот даже не знаю там качественных тренировок и уже дальше 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 мы все время в подкасте говорим что как здорово повезло современным ребятам что у них есть академия замечательные поля одевают обувают кормят выходи тренируйся но как я понимаю здесь есть все таки и страна которая немножко но расхлябывать что ли молодых людей за потребительское отношение у них это все воспитывается в то время но ты я пришел там начал тренерскую деятельность девяносто седьмом по моему на асфальте динамо легендарно когда там кроссовок только на неделю хватало вот и маечка динамо хб с буквочкой д напечатаны вот колышком еще уроднички такие были вот эти маечки давала допустим давали на возраст там 16 маечек детей было как правило 20 ну представьте кому по 4 надо не дать и когда ты выдаешь и ты смотришь ребятам по 14 лет там хочется свою снять надо или не давать совсем тогда вот подождите это ведь не норма это голодные годы это голодного но почему-то было вот этого патриотизм я в динамо и эту майку не снимали чтобы это не получалось стоит такое знаете что здесь люди возрасте собрались какой например вы общаясь с молодыми ребятами но видите же наверно как психолог тренер как а взрослый мужчина какое-то решение вот этих вот но может быть насущных вопросов проблема как это как это решить сложно причем потому что я же еще раз говорю что сейчас мир интернета мир всеобщей дозволенности кого хочешь можешь оскорбить кого хочешь можешь что хочешь можешь купить из вещей я к примеру потому что более достаток такой пошел в семьях это не то что там невозможно было купить а чтобы вот это переломить эту ситуацию но уже к сожалению мы не переломим не сможем это переломить потому что я еще раз говорю что как это сейчас модно говорить о глобализации мир глобализации как-то принять это поколение молодых футболистов либо все таки ну как принять конечно принять но других у нас не будет но что мы их отменим или что не отменим просто надо больше разговаривать больше воспитательную работу больше рассказывать больше историю я чтобы почему начал рефераты давать у меня у нас в штабе работает коваленья владимир владимирович легенда легенда 168 голов забил за шахтер я у них спрашиваю те которые мы которые я у них спрашиваю вы знаете кто это глазами лупают не не знаю ну вот ты готовишь реферат по футбольному клубу шахтер я уже не помню кому давал и он реферат подготовил но не указал коваленью я говорю и что а кто там играл ты знаешь ну вот человек стоит который там всю жизнь отыграл и забил больше 150 голов понимаете ну когда малафеева они путают они малафеева вратаря зенитом путают а кто такой эдуард васильевич малафеев они белорусского легенду они не знают видите нам нужно в клубе штатный идеолог понимаете поэтому надо проводить такие хотя бы внутри академии чтобы они знали своих легендарных футболистов которые здесь играли которые создавали славу и благодаря кому клуб развился вот до европейского уровня правильно ли понимаю что в идеале эта ситуация выглядит так сейчас мы в солигорске на замечательной базе замечательными полями где у ребят из академии есть возможность тренироваться он взял бутсы вышел помимо тренироваться на поле но чтобы как-то развивать молодых футболистов чтобы не действительно сражались за эти молоточки на груди надевая футболку солигорского шахтера либо за футболку с буковкой d неважно чтобы не было этого потребительского отношения к профессиональному клубу то есть нужно как-то с ними работать рассказывать историю клуба и так далее так далее то есть если человек переходит в мадридский реал наверное понимает историю этого клуба клуба клубы на постсоветском пространстве либо белорусский клубу частности с этими работают а у него кстати интересно вот честно мы просто этого не знаем я допускаю что есть такой нюанс то сейчас я точно так же мадридском реале условно рауль он тренирует кастилю к нему приходят молодые пацаны не знаю наверное не еще ровули наверно турируешь на футасу понять но у вас анчиса уже не буду хотя игорь васильевич сравнение всегда интересно все познается в сравнении интересно наблюдать за ростом мы говорили сегодня про академию что одна из лучших вас в стране когда вы в 2006 году были с легорском шахтере что здесь было расскажите нам здесь было во-первых в третий этаж как гостиница во первых это не принадлежала клубу а куба то арендовал поскольку я помню у купалинки по моему нам по моему купалинка мы арендовали здесь тогда еще не выкупили и на третьем этаже заезжали шабашники команда жила на втором этаже она а здесь столовой по субботам допустим свадьба шабашники там на третьем этаже удерж идет у них выходной а свадьба на первом этаже в воскресенье свадьба а лето все слышно стеклопакета уже не было очень сложно это вообще щели там все прослышанная сумасшедшая плесень сантехника никакая зимой я сам вот это проходила нагревал был горячей воды набирал бутылки и то же самое лаверейчик потом я увидел да и мог постель погреть и потом еще к одеялом и матрасом еще можно открыться было такое научиться до проходили ну слава богу что потом дожили до таких времен и когда мы мечтали шоу кушам никуда не едешь у поля тут какие были вот сейчас приехал а тогда еще четырнадцатом уже уезжал уже поля только вот положили но еще только-только тогда было настолько и обидно и завидно тем которые после нас придут и всем этим будут пользоваться а мы тогда четыре года с владимиром журавлём никак у нас карма была вот этот первый этап лиги европы это или не могли пройти но один вам всегда говорил когда уже так расстраивались там зато мы первые после баты четыре года подряд года подряд но и все что конечно база была это не база была это просто не было для жить было гостиницы дороговато еще тогда поэтому нас сюда заселили второй этаж был блок питания был только второй этаж был никакой академии ничего только команда жила а саму вообще футбольная жизнедеятельность беларуси она какая тогда была то сейчас мы видим там есть ли трансляции социальные сети мы сейчас подкаст записываем на автобусе все заезжают там за день заезда и так далее так далее трибуны все хорошо тогда вот в середине нулевых и даже раньше это ну что вообще ну может не так освещалось что не было таких трансляций как сейчас там то бусинка тоже разбрасывается на три дня там пятницу суббота воскресенье да там или же ну да так и каждый день пятница суббота воскресенье какую-то трансляция обязательно идет а то и подряд трансляции даже первую лигу транслирует ясное тв еще первую лигу транслирует давайте но такие трансляции то им мало было трансляции освещение было мало там одна передача была только покойного игоря коленикова там третий тайм по моему Да-да-да, но освещения такого не было, там вся информация была в прейсболе, который до дыр дочитывали, потому что там и статистика, я честно говорю, что мы, я сам лично всегда готовился к играм, потому что видео информации было тяжело нарыть на соперника через федерацию, потому что после каждого тура отсылали операторы, каждая команда отсылали туда видео. И у кого был контакт с федерацией, тогда нам видео давали. А у кого не было? Все, прейсболу. Чуть-чуть на суть кто-нибудь сказал, федераций сразу, ах ты, отсылочка. И потом, ну еще как, еще, допустим, отношения с тренером, некоторыми тренерами бы хорошие, мы обменивались кассетами, кассетами. Натуральные бенды. Да, да, был он такой еще, да, передавали маршрутками, там, автобусами, там, в Минске, въезжали. Сейчас уже где-то появились, когда можно вот бросить. Да, а тогда ж не было, допустим, вайбер, это не было, а еще этих электронных почток. Инстата-то уже. Инстата, вайскауты, это вообще не. Сейчас вообще это милое дело, открыл вайскаут, и все, что надо, ты нарыл, нарезал. Хочешь, бери готовую нарезку, хочешь сам, но я сам делаю свою нарезку, я вайскаутской, не пользуюсь нарезкой. Вот, я свои, я сам сижу, режу то, что... Самое интересное, что в Инстате такая цифровая площадка, вы говорили недавно, что вы гуманитарий, вы жену не просите помочь. А все методом тыка, методом тыка. А, да, было секрет успеха ваше. По большому счету, я вот начал осваивать компьютер, благодаря Сашке Новику. Когда вот были, тогда первые компьютеры пошли, и он мне просто начал показывать, он немножко был более продвинутый. И пацаны, у нас Юра Коломыц был, и вот он, ну, больше вот и Саня Новик, и Юра Коломыц мне показывали, куда тыкать, куда там чего. Я потихоньку, потихоньку, потихоньку начал, что-то раз, затормозило, я вылетаю, бегу к Юре, Юра, иди сюда. Что, Василий, случилось? Я говорю, иди сюда быстро, говорю, что-то у меня зависло тут. Ай, Василий, опять вы не туда пальцы свои сунете, и давай мне, да, все, назад, все, покажет, все, расскажет, все. Как-то жена научила меня таблицы составлять, поэтому и потихоньку, потихоньку, и так как бы, так я освоил его. А вайскаут, ну, то же самое открыл, меня никто не учил, к Виктору подошел, только у меня пароли. Логин, пароли, и дай тебе свободное плавание. Да, и выплывешь, не выплывешь, но будешь бегать, было бы желание. Очень. Доброе утро. Есть желание, научишься. Если нет желания, ленивый, хочется, то ничего не будет. Как бы кто ни учил, все равно в одно ухо влетит, в одно ухо вылетит. Есть желание, у меня желание есть этим заниматься. То, что я уже ровля, больше занимался статистикой, потом пола рывел. Ну, мне было интересно было. Я по интернету лазил, упражнения какие-то, хотел разнообразить, тренировочные процессы, ему все время какие-то упражнения подсунул. А он потом смотрит, так это же когда давали, я говорю, а я не знаю, когда они играли, я начинаю искать календарь, когда они играли, когда это упражнение давали. Потом сидишь, засекаешь, по сколько они давали. Потому что стажировок тоже ж не было, не ездили никуда. Это потом уже начало Турция, туда в Турцию поедешь, там походишь, посмотришь, как Премьер-Лига России приезжает, как они тренируются. Потом подойдет Бышевиц Анатолий Федорович, тренировку можно посмотреть? Ну, конечно, посмотрите. Потом, хотите, пообщаемся? Вот, у меня есть два апельсина, могу поделиться. Шампанского? Нет, поделиться могу с вами. Да, вот мы садились втроем, Журавель, я иду. И Бышевиц нам, тренировку вашу посмотрел, начинал, вот это хорошо, вот это хорошо. А вот над этим вы, почему-то, я смотрю, не работаете. Я вам подсказываю, что если хотите, давайте вот это добавьте, вот здесь вот этот элемент. Мне кажется, вам подходит выражение, кто хочет, найдет тысячу возможностей, кто не хочет, найдет тысячу причин. Отговорок, да. Совершенно верно. Просто любить надо это дело. А если ты любишь, видишь, тренируешься, что футбол же пошел не то, что там, деньги там какие-то. Какие деньги? Ну, какие деньги? Ну, просто ты живешь этим футболом в 7 лет, понимаете. И потом, когда попадаешь, вот, ну, в течение обстоятельств, да, попал Динамо. Мне везло на учителей, понимаете. Потом попал сюда, потом попал, получилось так, что Журавль, он, пересеклись. Многому от него научился статистике, прежде всего, потому что он тренер такой вдумчивый. Он говорил, статистики мало не бывает. Я говорю, может, вот это, может, еще вот это. Он говорит, давай, давай, статистики мало не бывает. Тут мы не можем обойти стороной, много о нем говорим. И, кстати, в подкастах, честно, даже, казалось бы, которые не предполагают то, что мы будем вспоминать. Она все равно запомнился, да, имя Владимира Журавля. Ну, и мы сделали второй наш, по-моему, подкаст вообще в истории, посвященный как раз-таки Владимиру Ивановичу. Да, да, один из первых подкастов был именно про него. Вы пересеклись вот именно, я так понимаю, в дубле тогда еще Минского Динамо вы говорили, да? Не, мы с ним пересеклись, когда учились уже. А в дубле, ну, как в дубле, я, он-то в дубле играл, вот. И его сразу же Малафеев в основу забрал. Вот он там дубль за дубль сыграет тайм, потом на замену в основу выходил. Ну, мы учились в институте, в параллельных только группах. И когда он приходил там с Федей Секорском, там, помню, в столбцах я играл, а в столбцах по весне принимал дубль Динамо Спартак, там, как это было, года два подряд получилось. И мы сидели, смотрели всегда, блядь. Для нас они приезжали, как небожители, на Динамо Минск, автобус, потом в институте идешь, и в оба в оба идут, блядь, жару, блядь, такой, блядь. Вчера он выходил на Динамо против Спартака. Понимаете, в Спартаке там легенды Шмаров, Шалимов, Мостовой выходили. Они же только начинали, Досаев, Хидиатуллин, Родионов. Я говорю, команду могу, сейчас могу назвать, любую команду. А пускай кто-нибудь из наших дублеров назовет основной состав нашей команды. Я не уверен, что они назовут. Понимаете, а мы тогда это все знали. И для нас это, вот я говорю, потом, вот это, тогда мы как бы так вот и пересеклись тоже. Ну, привет, привет, и все. Не более того. Потом мы попали на курсы вместе, учились. И то мы там как бы, привет, привет. А здесь уже, когда я пришел с Малафеевым помогать, а я уже был здесь в дубле. И здесь уже мы с ним, уже посиделки до двух, до трех ночи. И у нас номера были, уже в гостинице жили. Здесь ремонт шел на базе. Мы жили в гостинице, это десятый год был. И мы до двух, до трех ночи снимут эти байки, эти разговоры о футболе, о футболе, о футболе. Мы делали упражнения, показывали эти лестницы первые, координации первые. Начинали с ним показывать, переступы, заступы. Все вот это тренировал меня, он покажет, повтори, я повторяю. А если вот это, а если вот это, давай, а если вот это, а вот этого не надо. То есть, правильно про таких говорят, что две родственные души, когда встречаются, они такое чувство, что были знакомы там всю свою жизнь? Ну, видимо, по психологическому, наверное, он был более такой спокойный. Ну, не вспыль, что-то я вот такой могу, я эмоциональный, я за что-то берусь, я уже должен это все, меня все уже начинает потрясывать, надо все. Чуть-чуть два года без футбола не остались. Да, но, понимаете, я просто реагирую на несправедливость очень резко, понимаете, наверное, это у нас внутри у меня сидит. Ну, я быстро отхожу от всего этого, а он, наоборот, такой, если его раззадорить, то он уже будет ходить неделю, такой весь погружен в эту проблему и все. А я так, нет, я завелся быстро, ну и быстро остываю, как этот чайник. Ну, не в плане чайника, в плане, который на плите. Расскажите нам, все люди, с которыми мы общались, они, правда, очень с большим каким-то душевным теплом рассказывают о Владимире Ивановиче. И с той коммуникацией, которая у вас была, что это был за человек? Я же говорю, что, ну, это, наверное, порядочный человек я не встречал. Честно скажу, был момент, который я даже не хочу говорить, когда мог пойти на сделку, и он не прошел, он даже не знал, что я слышу это. Он, в смысле, нет, и все. Вот, поэтому... Белорусский футбол подсериал тренера одного из самых, как скажем, потенциал огромен был? Ну, я же говорю, что даже на поминках встал и сказал, что... Ну, не было, было вообще такого тренера. Сейчас вот пошла какая-то мода на молодых тренеров, совсем молодых. Вот, ну, человек сам все прошел. Я ему, когда говорю, что там, помним, упражнение, давай вот после игры сделаем забежку для тех, кто играл, а кто не играл, переменку дадим. Он так сел, задумался. Я говорю, что ты молчишь? Он говорит, а я представляю, вот я бы сейчас отыграл бы Евро, и мне бы сказали, бежать 20 минут. Он все на себя пропускал, через себя, как и я, это футбол. Или там говорю, давай, ну, надо же было что-то, тоже хотелось, давай вот это попробуем, давай вот это. Он что-то брал, что-то говорил, ну да, вот это да. А что ты говоришь, ну, я вот как... Ну, сейчас бы вышел бы после игры на следующий день, вот ты говоришь, тренировку провести. Я не представляю, ну, после игры, тренировка еще. Да лучше пускай они идут домой к женам, что хотят, то и делают. Еще человек был очень высокопорядочный. То есть правильно понимать, что вот этот бэкграунд футболиста, его прошлое, помогало ему оставаться высокогласным тренером, потому что он не пришел со стороны, условно говоря. Да, да. Его все знали как футболиста, да, во-первых. И, во-вторых, знали как порядочного человека все. Во, в общем дело. И у него тоже были слабости, как у нас у всех. И футболисты знали, и он это знал. И он, ну, не повторяйте. И когда там, когда поставил видео Голландия, Беларусь, Голландия, когда мы 1-0 бы играли. Ты сидел, смотрел. И потом Саша, он говорит, что уже Саня, посмотри, на опорную, как он играет. Он говорит, Иваныч, ну вы же топовые были в футболе. Какой Саня топовый? Потом диск ставит, жемчужине игрался против Спартака. Он над собой мог посмеяться. И вот, иди посмотри, как я играл. Я говорю, я играл, я играл. Он никогда не сказал ни одному футболисту, как я играл. Он наоборот. И когда я ему говорю, Иваныч, ну вы же играли. Он говорит, какой играл, успокойтесь. Вот такой он был. Я ему серьезно говорю, вот так он говорит. То есть вдруг не было, смотрите где. Никогда в жизни. Он кассету нашел где-то или в ютубе, уже не помню. Он поставил ее, говорит, посмотри. Он уже никак против Спартака за жемчужину играл. На фланге поймал его Тихонов, Читов и Оленичев. И он по кругу вот так вот бегал. В треугольнике на фланге. Я говорю, иди посмотри, какой тупой был. Бегаю, чего я там бегаю? Ну треугольник очень статусный. Так нет, ну ты зашел, ну и не надо за мячом бегать. А он начал за мячом, они его гонять начали. Так это вот сам я видел. Ну и в ютубе-то даже есть, можно посмотреть. Значит, еще осталось там. Он мог посмеяться над собой. Я вам серьезно говорю. Но на поле выходил, там под интерес, помню, молодого Рассадкина. Она говорит, ну давай Рассада с тобой в Динамо. Он пришел, был молодой. Она говорит, если я с центра поля в перекладину попадаю, то ты на кашотых будешь делать? Выбирай себя за упражнение, которое ты будешь делать. Он говорит, Иваныч, если вы с центра поля попадете в перекладину, я на четвереньках буду толстеть с центра до лицевой линии. Вся команда стоит. Рассада! Давай! Ползет. Иваныч берет, бум, и в перекладину попадает с первого раза. И Рассада встал и тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк и пошел. Вот, вы о чем понимаете? То есть для отношения и уважения футболистов, у своего тренера важно понимать, что человек... Он выйдет на поле и покажет то, что надо, как надо. Если он видел, что человек не может фланговой передачу фланговую дать, он мог подойти и показать. Просто показать. Да мы с ним фланговой передачи на завершение стояли вдвоем и делали. И он слева и с правой ноги это просто. То есть он начинал, мы играли просто тренеры между собой пулю. Если он заводной был вообще, он просто... И не дай бог, кто-то его там между ног проверит. Все, туши свет. Спокойный Владимир Иванович. Он на игре, вот в игре все, это неспокойный Владимир Иванович был. Все, там овчарка была такая, что перекусит. Вот, заводился с полутыка, не дай бог. Но я с ним всегда в одной команде был. Большое спасибо, что вы пришли к нам в подкаст пообщаться. Я уверен, что мы вообще отклонились почти от всего нашего плана разговора, но мы только и рады. Подозреваю, что еще рассказов из вашей жизни, мнений у вас еще с собой много. Поэтому мы всегда открыты, приходите в гости. Мы думаем, что у вас... За час все не расскажешь. Поэтому, конечно, за 25 лет есть что рассказать. И посмеяться на чем-то, и так сказать... И вспомнить. И вспомнить, да. Вот видите, Владимир Иванович его вспомнил. Так как аж слеза. Вот кому горло подкатило. Потому что все последние дни жизни я был с ним рядом. Вот каждый день в больнице и хоронил его, и все остальное. Поэтому грустно и печально, когда друзья уходят в совсем таком возрасте молодом. Но царство ему небесное, земля пуха. Всегда я его вспоминаю с теплотой. Потому что, по большому счету, тренерское понимание. Тактик был сильный. Ну, я говорю, что сильнее не было. И на скамейке себя спокойно вел, без паники. Всегда казалось, что уже все. Там Олег Дулубин. С кем мы меняем? С кем мы меняем? Меняем с кем мы все. Олег, спокойно. Встал. Что-то там подскажет. Опять сел, сидит, смотрит, думчивый. Не расплескивает эмоции. Сидит спокойно. В раздевалку заходил. Он не носился там. Вот я холерик. Я начинаю там, хотя себя пытаюсь там сдержать. Пойдет, походит, походит. Потом спокойно к маркету подойдет. Там пару движений там покажет. В этом каком эпизоде вот так. Лучше вот так вот сыграть. Вот лучше так сыграем. Давайте вот здесь вот так вот сядем. Чуть ниже. Нападающая быстрая. Чтоб зон не было за спиной. Давайте чуть ниже тогда садитесь. Ну, так все по делу. Все по делу. И все. И все, ребят, давайте. И пошел. Ребятки там сами. Без суньты, да? Да, не было этого гэй-гай, го-го-гэй. Там, знаете, за Сталина, за Родину. Такого не было. Все по делу, все четко, предельно понятно было. Но не зря говорят, что люди всегда живы и остаются, пока мы о них помним. А уж тем более, когда мы о них говорим. Когда вот по вашим рассказам я еще вижу, как вы жестикулируете. И мне прямо на минут пять последних показалось, что вот прям Владимир Иванович здесь перед нами. Да. Будем ждать вас всегда в гости к нам. Спасибо. Больших вам успехов в нашей команде. Вот вы ушли в Минское «Динамо». Ну, тоже родной для вас клуб. Пришли к нам в «Шахтер», ушли и вернулись снова. Ну, уходите, пожалуйста, больше. Ну, я вам скажу, что, вы сказали, родной клуб тоже. Но «Шахтер» мне роднее уже. Почему? Потому что я пришел сюда, а здесь фотографии наши висят. Я уже в истории. Сына сюда привез. Сын посмотрел. О, пап, ты тоже здесь был? Да. Я говорю, да, сынок. Был. У меня сыну только шесть лет. А я ушел отсюда. В 2014 году, восемь лет, еще сына не было. Мы с ним здесь неделями сидели. Мы домой не уезжали. Сидели здесь неделями. Планирование. Это от статистики. На каждого статистика было. Сколько передач поперек, вперед, назад. Короткие, средние, длинные. Подборы, отборы, перехваты. На каждого было у нас вели. Потому что сидели все. У него все в папочках было сложено. Вот от него вот этот педантизм у меня и остался. И научил меня вот это все статистики и документацию, как вести. Мне кажется, вы... Текущая и ходовой... Образчик человека, о котором говорят, что человек живет в футболе. Побольше бы таких. Спасибо. Не только в нашем клубе, но и в белорусском футболе. Спасибо. Поэтому я больше уже как бы шахтеровец, честно скажу. Но пути Господи неисповедимы. Потому что такая тренерская карьера, что сегодня здесь, завтра там. От нас же ничего не зависит. Нас же не мы выбираем, а нас выбирают. Очень, да. На этой ноте тогда не заканчивается. Все. На этом большое спасибо. Подкаст «Вся соль» заканчивается. Меня зовут Егор Колесник. Виктор Володько, пресс-секретарь футбольного клуба. Игорь Васильевич Горелов, большого спасибо. Точно не прощаемся. Вторую часть я обязательно буду просить Витя, что бы мы сделали. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok